Добрый день! Предлагаю сегодня порисовать космос. Вот такой рисунок мы создавали в нашей изостудии. Для этого понадобится лист бумаги А4. Я прикрепляю вот таким вот малярным или бумажным, как его называют, скотчем к планшету. И обвожу тарелочку для того, чтобы получилась ровная окружность. Работа будет создаваться гуашью. У меня стандартный набор, состоящий из 12 цветов Ярославской фабрики Луч. Здесь два красных, два синих. Вот смотрите, я смешиваю рубиновую и синюю светлую. Так она называется в этом наборе. Получается красивый насыщенный фиолетовый цвет. И покрываю достаточно широкой кисточкой. У меня это пятерка, колонок. Можно работать и синтетикой, можно работать белкой. Белка более мягкая. И необходимо высушить работу. Можно это сделать феном. Теперь я сделаю замес, состоящий из белил и желтой светлой. И с помощью зубной щетки и линейки я буду делать звезды. Распылять краску на поверхность бумаги. Чтобы звезды были покрупнее, нужно делать замес пожиже. Если вы хотите, чтобы звездочки были мелкие, сделайте более густой замес красок. Вот так вот задеваю щеткой по линейке. Ворс выпрямляется и краска разбрызгивается. Сделайте столько звезд, сколько считаете нужным. Могут быть скопления какие-то. Их можно по форме какой-то разбрызгивать. В форме спирали, создавая рисунок каких-то галактик. Крупные звезды можно сделать вот таким образом. Этим же цветом ставим толстой кисточкой, пятерочкой капельку. И потом единичкой, тоненькой вот такой вот кисточкой, растягиваем эту капельку вверх-вниз, вправо и влево, создавая лучики такие своеобразные у этой капельки. Вот так вот выглядит звездочка. Я советую не делать несколько таких вот лучиков, потому что выглядеть это будет как снежинка, а не как звездочка. Звезд можно сделать несколько, столько, сколько, опять же, на ваше усмотрение. Вот сколько вам кажется уместным в этой работе. Этим же цветом, смесью белил и желтое-светлое, я покрываю поверхность этой маленькой планеты. Это будет луна. Добавляю немножко черный. Получается такой сероватый цвет, желто-серый. И делаю вот такие вот пятна на луне. И приступаю к рисунку материков. У меня это будет восточное полушарие. Ну вот так вот делаю, чтобы это было примерно похоже по очертаниям на материки. С помощью белил и голубой темный, которые есть в этом наборе, я делаю замес. Вот такую вот красивую светлую голубую получаю краску. И покрываю всю поверхность. Обхожу аккуратно материки. И вот так вот все моря покрываю одним цветом. Сделать это нужно аккуратно. Можно воспользоваться более тонкой кистью для того, чтобы не заходить за контуры материков. Работать гуашью легко. Это такая краска, которая позволяет вносить многочисленные исправления. Можно работать в 2-3 слоя, перекрывать, смывать. И главное достоинство ее в том заключается, что она не прозрачная. Поэтому, когда мы работаем, мы делаем таким образом, краску наносим, чтобы сквозь нее не видно было бумагу. Это в акварели, когда мы работаем. Главное достоинство рисунка, что он полупрозрачный. В гуаше наоборот. Мы стараемся работать плотно, не прозрачно. Теперь с помощью белил и охры, это краска по цвету, напоминающая нам речной песок, я вот таким образом покрываю аккуратно все материки. И пока у меня еще краска не засохла, я делаю второй замес, состоящий из желтой светлой, которая есть в этом наборе, с небольшим добавлением изумрудной, получается вот такой насыщенный зеленый. И прохожу на тех участках материков, где должна быть какая-то растительность. Ну вот на этом материке, это Африка, там мало лесов. Я ориентируюсь на карту мира, где Евразия, там побольше зелени. И вот таким образом, таким примакивающим мазочком, хаотично достаточно, я покрываю все материки. Я использую вот только два этих замеса. Белила с охрой и зеленую я смешивала с желтой светлой. И вот так вот я прохожу по территориям этих материков и создаю вот таким образом ландшафт. То есть где-то у меня будут леса, переходящие где-то в какие-то пустынные зоны. То есть должен угадываться силуэт этого материка. Можно, конечно, работать более точно, передать все особенности рельефа земли. Где-то там горы, можно пройтись коричневым. Но я решила сделать такой упрощенный достаточно рисунок. Здесь еще небольшие острова там есть. Я их наношу и покрываю поверхность Австралии. Кроме вот этих вот цветов, у нас еще есть Антарктида и Северный полюс. Я буду покрывать их белым цветом. Вот заканчиваю работу с Австралией и перехожу к Антарктиде. Чистыми белилами я буду наносить краску вот таким вот примакивающим движением. Внизу вот такое вот белое пятнышко. И наверху тоже прохожу там, где вечные снега. Это территория Северного полюса наверху. Вот можно в два слоя это сделать, чтобы поярче белый смотрелся. Теперь необходимо работу просушить и после этого приступить уже к детализации. И вот здесь я забыла включить камеру, поэтому показываю повторно. Сухую жесткую кисть нужно макнуть в белую краску. И вот этой вот сухой кистью, вот такой вот распотрошенной, у нее ворс должен торчать во все стороны. Ворс надо распотрошить. И вот так вот я прохожу и создаю силуэт вот этих вот облаков, воздушных масс, которые перемещаются над планетой. Потому что так мы видим Землю из космоса, атмосферу и облака. И вот теперь осталось только снять скотч. Такой рисунок мы создавали в студии как учебный, для того, чтобы ребята имели представление о том, как можно изобразить Землю и другие планеты ко дню космонавтики. Если этот мастер-класс был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересных мастер-классов в разных техниках и разной сложности. Желаю удачи!